Добрый день, коллеги! Меня зовут Илья Рудь. Я всех приветствую. Тема сегодняшнего видео – ошибка Outlook и шлюз по умолчанию. Данное видео посвящено конкретной проблеме, которая, вполне возможно, в реальной жизни у вас встречается не так часто, но в то же время, как подсказывает Google, народ сталкивается с этой проблемой. И буквально несколько слов. Когда вы пытаетесь подключиться Outlook к Exchange серверу, вы можете увидеть вот такую проблему. Ошибка говорит о том, что при подключении к Exchange серверу Exchange сервер недоступен, а сетевой адаптер не имеет шлюза по умолчанию. Причем происходит это на этапе автоконфигурирования, на этапе процедуры Auto-Discover. То есть Outlook зачем-то нужен шлюз по умолчанию. Мы столкнулись с этим на курсе. У нас была изолированная среда, там не было шлюза по умолчанию. Эта сеть вообще не имела доступа к интернету и никоим образом не маршрутизировалась. Соответственно, шлюза не было. И Outlook вот таким вот образом выдал ошибку. После того, как мы прочитали о том, что должен быть шлюз по умолчанию, мы задали в качестве сетевого шлюза любой IP-адрес из этой подсети. То есть дали шлюз по умолчанию. И какое же было наше удивление, когда при, опять же, попытке автообнаружения, при попытке сконфигурировать Outlook, мы снова получили ошибку, но уже немного с другим текстом. То, что действие не может быть выполнено, соединение с Exchange сервером недоступно, Outlook должен быть онлайн или подключен для завершения этого действия. Чуть-чуть погуглив и подумав, мы дали IP-адрес живой. То есть не просто какой-то из головы из той же подсети, а IP-адрес одного из серверов, одного из контроллеров домена в качестве шлюза по умолчанию. И после того, как мы дали живой IP-адрес, Outlook абсолютно нормально сконфигурировался, подключился и, соответственно, заработал. То есть вывод какой можно сделать? Можно сделать вывод о том, что Outlook не просто требует прописанный шлюз по умолчанию, но и проверяет его сетевую доступность. Естественно, на том сервере, чей IP-адрес мы задали в качестве шлюза по умолчанию, не было службы маршрутизации и удаленного доступа. Он ничто не маршрутизировал, но он был доступен в сети. И, соответственно, Outlook нормально сконфигурировался. Что же это получается? Получается, что если у вас есть какой-то шлюз по умолчанию, и он временно станет недоступен, Outlook у вас не подключится к Exchange Server. Самое смешное, что это происходит даже после того, как вы уже сконфигурировали процедуру автообнаружения, работали, все было хорошо, делаете недоступным шлюз по умолчанию, просто блокируете, допустим, фаерволом или чем-то еще, и, соответственно, уже настроенный Outlook не подключается, выдает ошибку. Как это решать? Ну, кроме ситуации, дать ему нормальный шлюз по умолчанию. Решается это специальным ключом в реестре, который называется DevConnectOpts. И если вы поставите, во-первых, создадите этот ключ в реестре, его по умолчанию нет, и поставите значение 0, то Outlook будет игнорировать, во-первых, наличие шлюза по умолчанию и даст вам сконфигурироваться и работать, даже если шлюза нет, и будет игнорировать доступность или, соответственно, недоступность вашего шлюза по умолчанию. Добавляете такой ключ в реестре, ну и, соответственно, Outlook работает, не глядя, без оглядки на шлюз по умолчанию. Кстати, я не знаю, по какой причине Outlook нужен шлюз по умолчанию. Я пытался искать информацию на эту тему, но ничего толкового не нашел. Если кто-то знает почему, напишите, пожалуйста, в комментариях, будем знать вместе. Итак, коллеги, спасибо за внимание. Я надеюсь, было полезно. Приглашаю всех на обучение на курсы построения сетевой инфраструктуры на базе Windows Server и такой курс, как поиск и устранение неисправностей в Exchange Server 2016. Вся информация есть на сайте meaton.ru, но, по-моему, на поиск и устранение неисправностей ближайшее прочтение уже прям перебор по слушателям, но мы читаем курсы каждые три месяца. Итак, коллеги, до новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok